Продолжаем выпуск. Что будет с курсом тенге? Куда направят пенсионные накопления? И по какому сценарию предстоит развиваться экономике Казахстана? Эти и другие важные вопросы журналисты сегодня смогли задать министрам сразу нескольких ключевых ведомств. Насколько откровенными были ответы и под контролем ли ситуация, расскажет Илья Рыбин. К сегодняшней пресс-конференции готовились не только журналисты. С утра у входа в Казмедиа-центр Астаны дежурили вооруженные полицейские. А рабочие пытались очистить замерзшие тротуары. В общем, все для удобства ВИП-гостей. Довольно-таки просторный зал для проведения подобных встреч был переполнен. Собралось порядка 120 представителей разных СМИ. Не мудрено, ведь вопросов к министрам накопилось немало. Первым выступил заместитель премьер-министра Бахаджан Сагентаев. На самом деле 2015 год был неплохим. Скоро сами увидите. Начался Новый год, который с первых дней преподнес нам неприятные сюрпризы. Цены на нефть продолжают падение, пробив недавно даже психологическую отметку в 30 долларов за баррель. А далее посыпались вопросы. Всех интересовал республиканский бюджет. Ведь его приняли с учетом курса в 300 тенге за доллар. А сегодня американец стоит уже 365. В правительстве сообщили, что разрабатывает новый экономический сценарий, опираясь на самые пессимистичные прогнозы. Мы имеем поручение и сейчас находимся в стадии проработки реализации сценариев пред 30, как уже было сказано сегодня, реальность 20 и даже ниже. Поэтому никаких опасений у нас нет по финансированию. Бахажан Сагентаев заявил, что возможно урежут статью на содержание государственного аппарата. А финансирование социальной сферы и программы развития Нурлы Жол сохранится. В ближайшее время решится судьба и пенсионных сбережений. Не оставили без внимания поднятый накануне вопрос про дно национальной валюты. Министры согласились, что пока нижнего предела валюта не достигла. И оптимистичных предпосылок к росту пока нет. В течение двух часов руководители министерств успели ответить более чем на 30 острых и важных вопросов. В целом от них исходил оптимизм. И даже озвучивая пессимистичные сценарии, министры излучали уверенность, что ситуация под контролем. Илья Рыбин, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Астана.